здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связь виталий кухта сегодня сделаем обзор рынка как всегда пройдемся по фондовым индексом товар на сырьевой рынок нефть газ металлы на рынок форекс индекс доллара евро фунт и на затронем и биткоин эфир как всегда принципе что произошло на рынке за эти дни вот эти тренды которые у нас идут по данным инструментом некоторые тренды начали корректироваться закончилась ли эта коррекция под вопросом если так в общем по некоторым инструментом еще вопросы у меня возникают какую сторону они будут двигаться я сейчас графики покажу расскажу так как есть мнение в разные стороны еще очень важно как сегодня закроется день возможно в среду будет более понятно по некоторым инструментом вот как то вот так ну давайте сразу графиком начнем с 50500 в принципе идет по тренду до была вчера небольшая коррекция маленькая но в принципе за последнее время на последнюю недельку скажем так торговую мы торгуемся выше ключевого уровня 5 700 это предыдущий максимум июля да мы его пробили закрепились и я думаю что вот сейчас идет расторговочка и дальше мы будем идти по тренду что такого глобального произошло сейчас на рынке это скажем эскалация конфликта на ближнем вас в востоке израиль вчера скажем как бы объявил о наземной операции вливание и вчера рынке начали немножко корректироваться моменте какие-то да там смп даже корректировался но потом от купили под конец дня в принципе как видим рынку на это скажем как-то и тоже нефть сказать что вчера что-то было такое обычное нет как-то поспокойнее на это все смотрит я думаю что трейдеры инвестор пока не видит этом глобально какой-то проблемы тут те же металлы вчера корректировались не было там взрывного роста и так далее поэтому и сын пи я в принципе дальше продолжаю рассматривать на покупку вверх с целью 6000 пунктов это такой психологический психологический барьерах который возможно мы достигнем в октябре месяца у нас напомню сегодня 1 октября что касается nasdaq в принципе там ситуация аналогичная у нас ключевой уровень условно 20000 пока мы выше 20000 я за покупки поэтому рассматривать только лонг с целью такой ближайший 21000 если какие-то будут дальше изменения принципе как я уже сказал с класса конфликта возможно на на текущий момент ничего не показывает но со временем трейдеры по-разному это будут рассматривать плюс у нас напомню эта неделя очень важно нас рынок труда в среду от адп в пятницу нонфарм плюс напомню на прошлой неделе вышла инфляция инфляция якобы упала но я вот публиковал статью что если смотреть на индикатор павла то там наоборот инфляция немножко подросла поэтому вот такая реакция на рынках дальше по золоту золото имела имеет сильный тренд у нас был локальный уровень поддержки мы от этого уровня немножко росли на прошлой неделе но вчера мы его пробили и сейчас очень важно как мы сегодня закроемся желательно чтобы мы сегодня поглотили вчерашнее падение если мы его не сможем поглотить то в принципе у нас возможно будет развиваться какая-то коррекция по золоту вниз я пока сейчас не не торгую скажем не торгую золото то же самое касается серебра у нас был уровень поддержки 3160 мы от этого уровня была попытка небольшого роста в принципе локально но дальше мы этот уровень начали скажем продавливать и вчера продавили и аналогично то есть что золото что серебро нужно чтобы мы сегодня поглотили вчерашние дни в таком случае будет сигнал на то что коррекция закончилась и дальше мы будем россии пока я этого не вижу если мы не сможем поглотить и сегодня закроются такие дни отката то есть вероятность что мы будем корректироваться вниз дальше по нефти по нефти глобально если брать разберем нефть марки brent что здесь у меня интересного у нас сильный тренд вниз я еще неделю назад пробовал покупать нефть но принципе неплохо росли то есть спекулятивно здесь можно было очень хорошо заработать но меня частично интересует глобально куда мы идем о нефти есть вероятность как сильного снижения дальнейшего с целью 60 50 по нефти да так и сильного разворота пока этот вопрос открыт у меня мне очень важно там ближайшие несколько дней сможем ли мы продавить вот этот уровень 70 потому что у меня есть вероятно что вот это движение которое было у нас в районе там 11 сентября плюс минус и дальше до 24 сентября что это может быть импульс это коррекция и дальше мы будем очень сильно расти но пока информация очень мало я пока о покупках если говорить о покупках я жду мне вот этот момент напоминает как раз прошлогодний вариант вот здесь это получается получается декабрь прошлого года вот вот этот момент он очень похож здесь конечно нужно подождать еще возможно не несколько дней чуть больше потому что здесь формировался такой крупный паттерн и мы с этого момента вот у нас было 75 здесь цена плюс-минус мы показали рост в район 90 и поэтому здесь по нефти может быть аналогичная поэтому я жду чтобы сигнал сформировался для покупок а пока есть вероятность дальнейшего падения вот то что на текущий момент показать меня пока понаблюдаю за нефть то есть я вам пример показал можете сравнить и потом потом его поизучать натуральный газ движется сильно по тренду тот уровень который говорил 270 на прошлой неделе мы его удержали и от него и говорил что можно рискнуть купить и в принципе неплохо пошло на текущий момент локальный уровень поддержки но это уже такое локальное это 287 вот он если кто ранее покупал можно но скажем в этот прыгнут тренд но уже с очень коротким стоп-лоссом пока натуральный газ для меня не сильно интересен дальше что самое интересное это происходит в долларе так как ситуация такая закрученная мы никак не можем пробить 100 пунктов да и закрепиться ниже то есть вот смотрите если смотреть у нас здесь минимум поэтому девяносто девять и девять то есть такие три девятки то есть не просто тогда дать и так поставим три девятки можно сказать 100 потому что ни разу не было закрытия ниже 100 смотрите вот этот зеленый мы не берем потому что это геп но все время мы выше сотки поэтому сейчас очень важно ваш важен момент мне кажется сегодня если мы все таки я пока рассматриваю short ниже 100.75 я за short но вчерашнее закрытие дня но такое достаточно не очень даже если мы сейчас перейдем к евро доллару тоже не очень закрылись пока мы выше поддержки 1111 1130 это по евро шансы еще есть но они уже начинают я начинаю сильно смущаться по по дальнейшему движению поэтому пока еще мой совет удерживать черты по индексу доллара кто не шортил шарки небольшие стоп лосса то есть стоп лосса за вот эти уровни 101 до если мы их ломаем то здесь уже у нас такой тренд и он может 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 поломаться очень легко да и мы уйдем 102 и возможно в район 103 поэтому обязательно обязательно соблюдайте риски вот такая ситуация очень сложная то есть во первых это такой психологический уровень по индексу доллара 100 мы его можем и скажем как вариант не пробить поэтому вот имейте ввиду сказать можно ли покупать очень очень сложно поэтому есть такие развороты допустим по индексу доллара допустим даже вот этот момент который был но здесь чуть по другому но все равно разные варианты могут быть я пока настаиваю на на шортах но допустим если еще прошлая неделя я был более уверен то сейчас вчерашнее закрытие как-то меня чуть-чуть смущают то же самое вот евро доллар смотрите вчера мы в какой раз мы тестировали 112 я думаю ну все мы уже готовы там пробивать и улетать на 113 и так далее но вот смотрите как мы вчера плохо закрыли день такой красный с пин баром наверх возможно это реакция на вот эту эскалацию на ближнем востоке посмотрим но пока еще евро находится выше 111 я за покупки рассматриваю покупки стоп лосса у меня стоят от ниже вот этих шпилек вынесем я дальше буду смотреть перри заходить или вот евро было даже помню такой момент недавно в июне да вот вот здесь смотрите он тоже здесь развернулся о очень сложно то есть там было очень сложно понять и на текущий момент вот кстати вот такой мы можем уйти на более глубокую коррекцию как вариант еще вот пример кстати вот вот этот пример по евро доллару вот конец июня это что-то похоже на индекс доллара чтобы мы вот так не развернулись вот таким способом ну посмотрим дальше фунт доллар по фунту здесь ситуация аналогичная я раньше говорил за покупки мы принципе росли росли локально можно было с каждый день там локально заработать но мы здесь аналогично никак не можем пробить 3430 здесь тоже все под таким сомнительным вопросом начинает продавливать ну это принципе нормально смотрите мы показали такой неплохой рост по фунту и после каждого роста фунт корректируется иногда достаточно глубоко поэтому это нужно иметь ввиду ну что касается рынка криптовалют я в принципе вчера делал такой выпуск посвященный только криптовалютам я за ланги глобально но скажем вопрос когда эта коррекция локальная закончится по по биткоину да пока мы в этом локальном тренде но вчера достаточно сильно слили и хотя фондовый индекс от купили и так далее то есть кто торгует без плеча или с минимальным плечом там 510 я был все время от купал bitcoin и набирал покупочки то же самое касается эфира у нас с локальный ключевой уровень 2550 выше него набираем покупки могут его продавить но я думаю что максимум и если его будут продавливать только для для сноса коротких стоп лоссов да я все-таки рассматриваю что мы вот эти минимумы которые показали в районе 2 250 это на минимум и только мы будем расти конечно здесь есть на рынке всегда есть альтернатива что вот это все что происходит последние скажем два месяца это может быть коррекцией мы сильно упадем такое тоже не исключаю но пока я рассматриваю основной сценарий рост хорошо я в принципе сути здесь изъяснил по некоторым инструментом ситуация понять да понятно по некоторым под вопросом по форекс я высказался но уже там более скептически но пока удерживаю лонги что интересного еще от доллар иена вот смотрите по доллар иене кто торгует доллар иену я скажем не любитель доллар иена торговать напомню у нас пришел к власти если не ошибаюсь и сегодня читал премьер-министр новой или и получается сейчас посмотрим кто там у нас это еще было на прошлой неделе но сейчас он то есть он получается сторонник надо сегеру и сиба избран новым премьер-министром японии правильно премьер-министр и он сторонник скажем там такой активный там по поводу нато и и так далее поэтому и на такую реакцию показала и на текущий момент если мы сегодня закроемся по медвежьи то есть вероятно что мы дальше будем очень сильно падать по доллар иене то есть вот вот у нас напомню сильный тренд вниз последние несколько месяцев у нас коррекция возможно закончилась и вот это после объявления нового премьер-министра у нас пошел импульс сейчас идет коррекция и дальше сильно мы будем падать это в случае если мы сегодня закроемся по медвежьи если мы сегодня закроемся под хай дня по бы чему-то в таком случае здесь дальше можно рассматривать ланги очень важно как сегодня закроемся то есть очень просто по медвежьему дальше рассматриваю шарты если по бы чему то получается вот этот импульс который есть у нас мы его поглощаем Хочешь и не полностью, но уже неправильное закрытие Или там будет более сложное Вот как-то вот так Поэтому Доллар и иена Очень важно сегодняшнее закрытие Можно ли сказать с текущих пробовать шортить Да Со стоплосом за сегодняшний локальный хай То есть у нас текущая цена 144 Локальный хай был 144 условно 50 Вот Это если рискованно Вот как-то вот так Поэтому очень интересно Всем Всем хорошего дня Вот кстати я давно не анализировал Этот юань рубль Вот кстати Вообще просто отлично Вот у меня получилось По юаню рубль или доллар рубль Я практически, я их очень редко анализирую Там среднесрочно, да, спекулятивно Мне это не интересно Вот я даже, кто смотрел мои Последние выпуски Где-то месяц назад Последний раз Еще в августе Говорил, что среднесрочно я вижу Рост юаня и доллара против рубля Мы показали рост И А еще весной Я говорил, что среднесрочно вижу шорт То есть просто пересмотрите выпуски И убедитесь, как легко анализировать этот инструмент Крупный паттерн, но очень красиво Хорошо, всем спасибо Удачи До следующего обзора Пока Субтитры сделал DimaTorzok